Всем большой привет! Меня зовут Таня и да, я постригла волосы. Сегодня я буду отвечать на вопрос тега too much information, который меня пригласила или затегила Оля понедельник. Если честно, я уже видела у других блогеров этот тег еще раньше, но у меня не было какого-то особого желания снимать подобный тег. Но когда меня пригласила Оля, я подумала, в общем-то, учитывая то, как часто меня приглашают в разные теги, будет глупо не воспользоваться такой возможностью и не снять какое-нибудь видео по приглашению другого блогера. Так что, Оля, спасибо, а я постараюсь быстренько, вкратце, ответить на этот длинный, огромный список вопросов. Поехали! Итак, первый вопрос. Что на тебе одето? На мне одета вот такая вот розовая блузка, здесь она с вышивкой. Из магазина в Москве я покупала уже давно, Монсу, кажется, он называется, и голубые укороченные джинсы, которые мне стали велики, и я даже не знаю, теперь носить их или нет. Следующий вопрос. Был ли ты влюблен? Ну, конечно же, да. Следующий вопрос. Бывало ли когда-нибудь ужасное расставание? Нет, пожалуй, ужасного расставания со мной не случалось, и надеюсь, что не случится. Четвертый вопрос. Твой рост. Вот. Буквально только что специально для этого видео измерила свой рост, и он, в общем-то, не изменился с последнего раза. 1 метр 72 сантиметра. Следующий вопрос. Твой вес. Мой вес составляет 60 килограмм. Следующий вопрос. Есть ли татуировки? Нет татуировок у меня нету, и я так чувствую, что их никогда и не будет, потому что меня это не привлекает. Следующий вопрос. Есть ли пирсинг? Пирсинга тоже нет, не считая проколотых ушей, но у меня по одной дырочке в каждом ухе, поэтому, в общем-то, это, наверное, пирсингом и не считается. Вопрос восьмой. Назови какую-нибудь настоящую пару кино-книги-жизнь. Хотела сказать, ну, мы с мужем, конечно, но, наверное, это будет слишком нескромно, и я назову такую банальную пару, классическую 20 века. Скарлетт Ухара и Рэй Батлер, а может быть, Элли и Ной из книги, из фильма «Дневник памяти». Но я не очень люблю этот фильм, эту книгу, поэтому пускай будут Скарлетт и Рэй. Следующий вопрос. Любимый сериал? Пускай будет «Доктор Хаус». Я очень люблю этот сериал. Десятый вопрос. Любимые музыкальные группы? Не могу сказать, что я огромный меломан. На самом деле, я являюсь меломаном в том плане, что я люблю различные музыкальные направления, но я не так часто слушаю музыку, как правило, в машине, когда мы куда-то едем. Но полистала я свой плейлист, и выясняется, что больше всего я слушаю группу «Мьюз», «Колдплей», «Линкин Парк». В общем, такое что-то, «Грин Дэй», «Рок Альтернатива», что-то в этом роде. Следующий вопрос. Почему ты скучаешь больше всего? Здесь, в Испании, я очень скучаю по смене времен года. Я скучаю по зиме, весне, осени и лету, такими, чтобы они были явно и ярко выраженными. Здесь, к сожалению, такого нет. Здесь жаркое лето сменяется за холодным летом. И все. Следующий вопрос. Любимая песня? Много любимых песен, нет какой-то одной, но пускай будет та, которую я слушаю в последнее время чаще всего. Ну, наверное, слушала ее чаще всего, я так думаю. Это песня группы Daft Punk, «Get Lucky». Это твой «We come so far together who we are» и так далее. Следующий вопрос. Сколько тебе лет? Мне 24 года. Твой знак зодиака. По знаку зодиака я водолей и родилась в год лошадь. 15 вопрос. Черты характера, которые ты ищешь в партнере? Ну, наверное, как все, надежность, верность. Не только мне, но и своим каким-то ценностям и идеалам. И, пожалуй, неконфликтность. У меня иногда случаются такие приступы, желание поспорить, поссориться. Ну, не совсем ссориться, конечно, скорее поспорить. И меня в этом плане спасает, что муж у меня, например, совершенно этого не любит. Он неконфликтный, и он лучше уйдет от спора, от какого-то конфликта, от ссоры, нежели поддержит меня в этом плане. И это очень хорошо. 16 вопрос. Любимая цитата. Не знаю, я не коллекционирую цитат. Мне очень нравятся цитаты Фейна Раневской, но они какие-то все не очень приличные. Поэтому пускай будет цитата из книги Вишневского. «Из всего, что вечно. Самый краткий срок у любви». По-моему, очень красивая цитата. 17 вопрос. Любимый актер. Ну, здесь у меня достаточно-таки однозначный ответ. Последнее время, последние несколько лет, это, безусловно, Леонардо Ди Каприо. Просто без каких-либо сомнений. 18 вопрос. Любимый цвет. Любимый цвет. Даже не знаю. Серый. Люблю серый цвет. И бежевый. Следующий вопрос. Громкая или тихая музыка? Ну, я уже говорила, что музыку я в основном слушаю, когда я еду в машине куда-нибудь. И в таком случае громкая. В машине тихая музыка не имеет особого смысла, на мой взгляд. В наушниках, если слушаю, это бывает в последнее время достаточно редко. В таком случае такой средней громкости, потому что, ну, вредно громко слушать музыку. Двадцатый вопрос. Куда ты идешь, когда тебе грустно? Не знаю. Наверное, иду на улицу, на солнце. Благо, здесь пасмурных дней практически не бывает. Может быть, куда-то в парк, близко к воде. Какой-нибудь реке, пруду, водоему. Вот это мне нравится. Следующий вопрос. Как долго ты принимаешь душ? Не знаю, минут 10, наверное. Как долго ты собираешься по утрам? Если мне надо накраситься и потом куда-то идти в люди, то я встаю где-то за час-час десять до выхода, чтобы спокойно позавтракать, смотря YouTube, накраситься, собраться и идти себе спокойно. Если мне нужно куда-то срочно встать, в смысле, срочно куда-то идти, то я встаю, наверное, минут за 30-40 до выхода. Следующий вопрос. Когда-нибудь дрался? Не припомню такого. Ну, нет, с братом, конечно, в детстве я дралась, но прям, чтобы с кем-то и в таком более сознательном возрасте нет. Двадцать четвертый вопрос. Что привлекает в людях? В людях привлекает открытость, доброта, чувство юмора и все те качества, которые я перечисляла в вопросе о том, что я ищу в партнере. Следующий вопрос. Что не нравится в людях? Не нравится все противоположное, то есть лицемерие, не нравится грубость. Я люблю, когда человек умеет отставить свою точку зрения, но при этом для меня собеседник, который в споре опускается до каких-то оскорблений, до мата и так далее, то для меня этот человек перестает существовать. Следующий вопрос. Причина создания канала на YouTube? Ну, банально любопытство. Просто хотелось попробовать себя в чем-то новом, интересном. И, в общем-то, мне понравилось, и вот здесь я с вами уже почти год как сижу. Следующий вопрос. Твои страхи? Ну, что касается банальных таких страхов, я не люблю сороконожек. Ну, или многоножек, да, вот эти длинные насекомые с большим количеством ножек, они у меня вызывают, ну, не страх, а какое-то отвращение, и мне хочется убежать от них подальше. Ну, а страхи, наверное, такие же, как у всех, там, умереть какой-то мучительной смертью, смерть близких и так далее. То есть ничего особо оригинального я вам тут не скажу. Страха высоты, темноты и тому подобное у меня нет. Хотя, наверное, мне все-таки некомфортно оставаться одной в пустой квартире. В таком случае я стараюсь побольше света зажечь. Вопрос 28. Последняя вещь, заставившая тебя плакать. Это было буквально несколько дней назад. Меня заставила плакать смерть моей морской свинки, которая живет, жила в Москве, которую я вам показывала в одном из московских видео. Вот так. Следующий вопрос. Последний раз, когда ты говорил, что любишь. Ой, постоянно, каждый день. У нас это очень принято дома. Следующий вопрос. Значение твоего ника на YouTube? Ну, нет никакого значения. Меня зовут Аня, я живу в Испании. На самом деле у меня были какие-то проблемы с фантазией, потому что мой основной ник в интернете, который я использую уже давно и чаще всего использую, он, пожалуй, не очень благозвучен для YouTube. И я выбрала такой банальный, туповатый ник Таня from Spain. Да, я знаю, что он мне очень интересен. Следующий вопрос. 31-й. Последняя прочитанная книга. Последняя прочитанная книга – это «Харпер Ли. Убить пересмешника». 32-й вопрос. Книга, которую сейчас читаешь. Сейчас я читаю роман Льва Николаевича Толстого, Анны Каренины. Последний просмотренный сериал. Мы с мужем смотрим, досматриваем «Секс в большом городе». 24-й вопрос. Последний человек, с которым ты говорил. Последний человек, с которым я говорила, это был секретарь, женщина-секретарь в моей автошколе. 35-й вопрос. Отношение между тобой и человеком, с которым переписывался последний раз. Последний раз я переписывалась вчера со своей подругой, с которой мы вместе работали. У нас нормальные дружественные отношения, но увидимся мы не так часто, потому что она живет в Москве, и я живу в Испании. Но, в общем, отношения у нас скорее такие приятельско-дружеские. Не совсем, конечно, близкая подруга, но все-таки. 36-й вопрос. Любимая еда. Если выбирать какие-то кухни мира, то, наверное, итальянская, я люблю пасту, я люблю овощи, рыбу, в общем-то, люблю. Не знаю даже. Люблю лук. 37-й вопрос. Место, которое хочешь посетить. Хочу посетить Южную Америку. Очень-очень-очень сильно. И Мексику. Мексика считает Северную Америку. 38-й вопрос. Последнее место, где ты был. Ну, если, опять же, говорить в глобальном смысле, да, в мировом масштабе, не считая Испанию, последнее место, где я была, это была Германия. Следующий вопрос. По кому сходишь с ума? Хороший вопрос. Ни по кому не схожу с ума, но если вот уж подумать, то, наверное, схожу с ума, в кавычках, по Леонардо Ди Каприо. Вернее, я жду каждого фильма с ним. И вообще, я остаюсь в последнее время очень довольна его геноработой. Следующий вопрос. 40-й. Последний раз, когда ты кого-то поцеловал? Ну, я, правда, спала, но, скорее всего, это было этим утром, когда мой муж уходил на работу. У меня как-то особо других вариантов не предвидится. Следующий вопрос. Когда последний раз тебя оскорбляли? Да, буквально сегодня у меня есть одно видео. В начале самого моего пути на YouTube я сняла видео о каких-то моих впечатлениях от Германии, когда я уезжала из Германии. Какие-то пять отрицательных и пять положительных моментов. Многие очень воспринимают это видео близко к сердцу и ожидают от него какого-то глубокого социально-экономического анализа или философии. Я не знаю, чего они ждут. И очень любят оставлять там такие гаденькие комментарии. Ну, мат я удаляю сразу, а какие-то просто неприятные комментарии я их оставляю. В общем-то, почему я их буду удалять? Пускай будут. Но вот сегодня отличился один товарищ. Он написал под этим видео что-то вроде «Фу, какая уродина» или что-то такое. Ну, можно это рассчитывать как оскорбление. Но вы, как видите, я особо не расстраиваюсь по этому поводу. У меня это как-то абсолютно фиолетово. Следующий вопрос. Любимая сладость? Ну, тут можно фантазии дать волю. Не знаю, я люблю сладкое. В последнее время я стараюсь им не злоупотреблять, есть меньше. Я не очень люблю восточные сладости, типа халвы и всяких там пахлавы и так далее, да, с медом, который... Но я люблю и лимонные тортики всякие, например. Очень нравится мне. Пастила. Мороженое. Пирожное, картошка. Все, все люблю. Следующий вопрос. На каких инструментах ты играешь? Ни на каких не играю я бездарь. Следующий вопрос. Любимое украшение? Не знаю, обычно я вот сережки ношу всегда, практически всегда. Это либо гвоздики, либо какие-то вот такие сережки, висюльки, да. Постоянно ношу цепочку, которую я вам уже, по-моему, показывала. Ну, это просто подарок моих друзей, вот поэтому я ее ношу. Наверное, сережки. Следующий вопрос. 45-й. Последняя спортивная игра, в которую ты играл? Если честно, даже не вспомню. Наверное, это было... Ну, я занимаюсь спортом, в том плане, что я хожу на фитнес, я плаваю. Ну, чтобы спортивная игра... Таня на велосипеде не считается игрой. Наверное, еще в школе в волейбол. Не помню. Следующий вопрос. Последняя песня, которую ты пел? Наверное, Get Lucky. 47-й вопрос. Любимая пикап-фраза? Пикап-фраза, с которой можно снять какого-нибудь мальчика или девочку. Нет таких фраз, не практикую. 48-й вопрос. Используешь ли ты ее? Ну, здесь все понятно. 49-й вопрос. Последний раз, когда ты с кем-то гулял? Гуляла вчера, кажется. С мужем гуляла. И последний 50-й вопрос. Кому ты предлагаешь этот тег? Я предложу этот тег двум людям. Первая будет Марина Михина из Санкт-Петербурга. И предложу этот тег Кристине Книжки. Я надеюсь, что она смотрит это видео. Если нет, то передайте ей от меня, что я ее затягиваю. Вот такое было видео. Надеюсь, оно было не совсем скучным. Я постаралась как можно быстрее ответить на эту кучу вопросов. Увидимся в следующем видео. И пока!